Украинская сторона В результате обстрелов со стороны вооруженной силы Украины получил ранение житель Петровского района, город Донецк, Заяц Анатолий Владимирович, 52-го года рождения. Также повреждено одно домостроение по адресу города Донецк, улица Луговского, дом 15, это в том же Петровском районе. На Мариупольском направлении обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы населенных путов Ленинска, Коминтерна, Саханка и Сосновская. На Горловском направлении из гранатометов и стрелкового оружия было обстрелено населенным пункт Зайцева. Война на земле Донбасса давно стала восприниматься командирами подразделений вооруженной силы Украины как источник дохода. Еще один оружейный барон и топливный магнат АТО стал жертвой своей жадности. В результате инспекционной проверки 28-го отдельной механизированной бригады службы тыла были выявлены грубейшие нарушения и недостатки военного имущества. По факту хищения было проведено расследование и установлено, что командир бригады Зубовский занимался торговлей топливом и боеприпасами. Также выявлено, что пожар в 4-й роте 2-го механизированного батальона этой же бригады, случившийся накануне проверки, был ничем иным, как поджогом с целью списания украденного военного имущества данной бригады. Больше всего там порядка миллиона гривен. 21 сентября в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Петр Порошенко планирует встретиться с Дональдом Трампом. Целью встречи для украинского узурпатора, как обычно, является попрошайничество. Он снова будет клянчить деньги у своих западных хозяев на снаряды и мины для уничтожения народа Донбасса. Им мало того горе, которое вооруженные силы Украины уже принесли на нашу землю. А именно, в период сентября 2014 года, по сегодняшний день, зафиксировано 38 393 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских карателей. В даме составлена статистика, отчетливо показывающая, что с начала принятия первых минских договоренностей 5 сентября 2014 года нарушений не прекращались. Более того, прослеживается увеличение количества обстрелов на данный момент. А моменты относительно затишья отмечаются только в первые дни очередных мирных соглашений, как было в февраль-март в сентябре 2015 года и сентябрь-октябрь 2016 года, когда количество фактов нарушений прекращения огня снижалось в среднем на 60%. При этом, только для успехов переговоров представителей Киева со своими западными спонсорами. А после получения очередных подачек, обстрелы возобновлялись с новой силой.